Здравствуйте! Вы смотрите программу «Сводка» в студии Натальи Визовкина. «Комсомольская правда» предлагает вам обзор чрезвычайных событий недели. Останки 10-летнего ребенка были обнаружены днем 12 октября в Уфе. По одной из версий следствия его могла растерзать стая одичалых собак. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Бабушка Димы в шоке. В соседней комнате рыдает мать. В 5 утра 14 октября женщину выдернули в морг, где она с ужасом опознала своего ребенка. Я их вот считаю, когда выхожу с козами, 15 голов их. 15! Останки 10-летнего мальчика 12 октября нашел на окраине Уфы местный житель Владимир Вахмин, когда среди бела дня погнал на выпуск коз. Смотрю, что-то сапог. В сапоге масол торчит. Подозрительно как-то. Думаю, собаки засунули что-ли туда. Палочкой раз, сапог тут открываю. Там это, носок. Ну, видать, что-то носок, ничего. Я сразу, у меня все опустилось, но думаю, что-то тут не того. Когда поближе подошел, плохо вижу. Смотрю, ерунда, труп вот по сих пор обглоданный весь. Здесь руки целые и пальчики целые. Тем не менее, людям то и дело приходится короткими перебежками пересекать жуткое место. Через злосчастный пустырь проходит самая короткая дорога в Тимашево. Как назло, в воскресенье, когда разыгралась драма, народу поблизости не оказалось. Зато были собаки, которые, как уверяют соседи Владимира, терроризируют всю округу не первый год. Они набрасываются на всех прохожих, абсолютно на всех. Вот кто у нас тут, я говорю, переулок такой. Кто бы ни прошел, тут с работы вот ходят люди. На них, ну, сейчас уже не ходят, боятся. На детей набрасываются. У меня сын маленький. Нападение стаи одичалых собак – основная версия следователей. Об этом же говорит и характер повреждений тела. Однако правоохранители не исключают, что причина смерти могла быть другой. А стая собак просто нашла труп. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, а также лица или лиц, причастных к совершению данного преступления. В случае же, если будет подтверждено, что гибель ребенка наступила от нападения стаи собак, то будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города Уфы и администрации Аджинькидского района города Уфы. Наталья Визовкина, Константин Карипанов, Комсомольская правда, УФА. Две фуры «ДАВ» и «Вольво» столкнулись лоб в лоб на трассе Самара-Уфа-Челябинск. 13 октября в 6 часов утра. Один грузовик вез яблоки, второй щебенку в полуприцепе. Водитель «Вольво», житель Бурзянского района, погиб. По версии госавтоинспекции, авария мог спровоцировать туман. «Мерседес» и «Тойота Ландкрузер» не поделили перекресток улиц Пушкина и Карла Маркса. Это произошло около 4 часов утра 12 октября. «Мерседес» пролетел на красный, снес джип, и обе машины врезались в здание Верховного суда. В салоне «Мерседеса» было 5 человек. 18-летний водитель погиб на месте. Как выяснилось, прав на управление автомобилем у него не было. Пассажир «Мерседеса», 19-летний парень, скончался на следующий день в реанимации. Еще одной 19-летней пассажирке требуется донорская кровь. Она находится в коме, врачам пришлось удалить ей селезенку. Твои их ровесников пострадали меньше, они тоже в больнице. 27-летний водитель «Ландкрузера» отделался ушибами. Элитный особняк с проститутками накрыла полиция в самом центре Уфы. Подробности в репортаже пресс-службы МВД по Башкирии. Оперативники уголовного розыска башкирского МВД появились в заведении неожиданно среди ночи. Картина говорит сама за себя. Танцовщицы даже не сразу поняли, что происходит. Но как только выключили музыку, все стало понятно. Всем, кроме девушки, которая представилась администратором. Она якобы не понимала, чем обусловлено внимание стражей порядка к обыкновенной гостинице. На верхнем этаже действительно уютные номера. К остальным гостям из них выходят девушки, работницы клуба. Особо здесь скрывать нечего. Все точки над «ы» расставляет беглый осмотр меню. В перечне весьма интересная формулировка. Освободить танцовщицу от работы на час – 7 тысяч рублей. Можно освободить от работы и администратора. Освободить на день, на выходные. При этом девушки уверяют, в заведении у них исключительно песни и танцы. Мои услуги вообще ничего не стоят. Я просто приезжаю, танцую и ночью я работаю. Администраторы позвонят, просят выйти потанцевать. Я приезжаю, танцую и уезжаю домой. Я могла бы за 15 дней до этого уехать. Когда хочу, тогда я приезжаю. Когда хочу, тогда я уезжаю. Полицейскими на месте собрано достаточно материалов, подтверждающих организацию притона для занятия проституцией. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, оперативники изъяли в заведение алкоголь. Лицензии на торговлю спиртным здесь, разумеется, не было. Это повод для отдельного административного материала. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А если вы хотите увидеть в новом выпуске свой материал, публикуйте его в социальных сетях с хэштегом «Сводка КП». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова